Сколько нужно вложить в такой автомобиль, чтобы он у вас стал как новенький в идеале? Вот человек, как лента. Вот ехал там по колее, выбалтывает, ну а нахера ты в колею-то вообще едешь, блин? Когда нету денег, нехрен выпендриваться, нехрен выёживаться. Чем отличается X5 от X6? Газку в пол. Ух ты, ёпты! Вот так вот, покупая такой автомобиль, ты реально будешь первый парень на деревне. Друзья, всем привет! Сегодня 16 ноября 2018 года и к нам приехал BMW X6 2013 года выпуска, но купленный автомобиль был первым владельцем в январе 2014 года. Наш владелец текущий купил его 4 месяца назад. Рестайлинговая версия выпускалась с 2012 по 2014 год. Он его купил за 1 миллион 650 тысяч рублей. Автомобиль был дилерский, первый владелец дал off-trade-in. Это была женщина. Изначально за него, естественно, просили 1 миллион 800 тысяч рублей. Поторговался, уступили. Вот как вот вы думаете, казалось бы, ездила женщина, купил в хорошем состоянии от дилера, предпродажная подготовка, всё было сделано. Сколько нужно вложить в такой автомобиль, чтобы он у вас стал как новенький в идеале? Вот смотрите, у нас есть чеки. В общем, если я вам начну зачитывать, вы маленько можете офигеть. С другой же стороны, здесь не всё так страшно, потому что ряд вещей, например, колёсные диски и резину. Человек за них отдал 115 тысяч рублей. Диски 20-е и резина разноширокая. Новая, всё новая. Полировка кузова, керамика, как минимум 35 тысяч рублей обойдётся. А вот списочек у нас. Раздаточку отремонтировали. Катализатор удалили, зашили его. В общем, вот так вот пробежаться. Давай-ка данные его прикроем. Покажи, пожалуйста. Вот оно, пошло-поехало. То сделали, это сделали. В общем, здесь перечитывать очень долго. 115 тысяч рублей. Опять-таки, это неофициальный дилер, всё делается на стороне, так же качественно. Вот чек, как лента. В общем, о чём я хочу сказать. Именно об этом автомобиле мы сегодня с вами поговорим. Рассмотрим варианты для вторички. Что лучше покупать, что вообще не стоит покупать. И сколько же стоит содержать автомобиль премиальный X6 на вторичке. Поехали. Друзья, я всегда читаю ваши комментарии. Так, например, совсем недавно мы сняли видеоролик касаемо штрафов. О том, что якобы за рубль можно их оплачивать и всё будет хорошо. Подчёркиваю, я не пытаюсь вас чему-то неправильному научить. Вы должны понимать, что, как выяснилось сейчас, все эти штрафы остаются в госуслугах. Но многие начинают писать, вот какой-то обман, развод. Некоторые говорят, ты вставил рекламу МТС. Да вот, блин, так долго смотреть, приходится перелистывать. Я вам всем хочу дать один маленький совет. Когда вы начинаете нервничать, вам достаточно прийти к своему любимому автомобилю, присесть в него. Достаньте ваш сотовый телефон. И чтобы не нервничать, просто скачайте стратегию Викинги. Ведь это та самая ламповая стратегия RPG из 90-х и 2000-х. Моя любимая игра тех времён была Warcraft или Red Alert. Но теперь это всё в твоём мобильном и онлайн. Знаете, что в Викингах по-настоящему сильно? Это никогда не заканчивающаяся борьба за ресурсы, создание новых союзных альянсов и невероятные каждодневные ивенты. А ещё это 20 миллионов игроков онлайн, у которых свой неповторимый стиль игры. Поддержи меня и мой канал «Скачивай Викингов» именно по моим ссылкам в описании. Ведь именно по моим линкам ты получишь 200 голды и бесплатный щит. Обязательно досмотрите этот видеоролик до конца, после чего ищите меня в игре под ником «Блондин3семёрки». А вы знали, что викинги разыграли 24 айфона и 10 макбуков? Если вы хотите получить шанс выиграть один из призов макбук или айфон, то у меня для вас хорошие новости. Мы совместно с создателями игры «Викинги» в ноябре решили провести для вас конкурс. Приз 2 новых айфон XS и супер приз новый макбук Pro. Хотите получить айфон XS? Скачайте игру «Викинги» по ссылкам в описании и дойдите до уровня 10 дворца. Хотите получить макбук Pro? Просто достигните самого высокого уровня среди всех участников. Розыгрыш состоится 3 декабря. Все подробности, как забрать свой приз в группе, ссылка на неё остаётся в описании. Вот по-хорошему, автомобиль вообще представлен в этом кузове аж в 2008 году. Понятное дело, что у нас рестайлинг, что маленько он доработан, изменён. Но в любом случае, вы вдумайтесь, этому автомобилю на сегодняшний день уже 6 лет. Вот ты глянь на него. Вот многие обзоры начинаются с того, вы посмотрите на этот внешний вид, он агрессивный, он такой-сякой. Да вот глядя на эту тачку, можно одно сказать, что и по сей день автомобиль реально остаётся ещё современным. Есть, конечно, педанты, есть фанаты марки, есть богатые люди, которые покупают постоянно новые автомобили. И они говорят, не, уже старьё, уже интерьер салона не тот. На мой взгляд, вот так вот смотришь, для вторички тачка, ну просто бомба. Есть версии с М-пакетом, есть М-перформанс, где будет меняться бампер, где будут вообще по кругу, там, пороги можно изменить, можно изменить. Задний бампер, ну накладки везде различные появляются, будут появляться многие шильдики, М-руль, везде будет М-М-М, что многих из нас начинает бесить, типа, какой же это М, если у тебя под капотом там не 555 сил. Вывод простой, тачка реально симпатичная. Ближние и дальние у нас диоды, здесь у нас стоит просто лампочка галогеновая. Но вот глядя на автомобиль, я одно могу сказать, потому что эта тачка реально агрессивная. И вот если по Москве ты ещё катаешься, да, там, ну скажут, ну и икс и икс, уже будут поднимать, потому что старенький. Но вот если так в провинции живя, имея пару миллионов рублей, покупая такой автомобиль, ты реально будешь первый парень на деревне. Но многих из нас волнует техническое состояние, многие задаются вопросом, ну окей, я нашёл автомобиль, купил его. Вот цены на него, кстати, на автору могут стартовать, если рассматривать 2012 год-2014, ну примерно там от миллиона пятьсот. Можно даже, наверное, и дешевле найти, подчёркиваю, если смотреть автомобили с бензиновыми двигателями. Если ты будешь смотреть самый проверенный, надёжный вариант, трёхлитровый дизель, там ценник реальный будет примерно от миллиона восемьсот. Но хороший, живой экземпляр, честный, это два миллиона плюс, то есть два сто, два двести. В нашем случае двигатель идёт трёхлитровый, 306 сил, рядный шестицилиндровый, крутящий момент здесь 400. Разгон у этого двигателя паспортный, примерно до первой сотни 6,7 секунд. При этом в городском ритме, по словам владельца, он жрал примерно 17-18 литров. Если запрыгнуть в интернет и начать читать за этот двигатель, да, конечно, у него есть небольшие свои косяки, и вы их сейчас видите справа на экране, но в любом случае он достигает оценки 5 с минусом. То есть хороший двигатель, на самом деле-то проверенный. И самое важное, что все проблемы с такими двигателями уже известны. Работает он в паре с 8-ступенчатой коробкой передач ZF Anavan, многим известно. Ранее на дорестайлинговой версии шли 6-ступенчатые коробки. Самый сратый двигатель, который можно представить на BMW, я думаю, все вы догадались, это 4.4 бензин. Понятное дело то, что с ним проблем будет очень много, да самое главное, опять же, для вторички это повышенный налог. Да и с этим двигателем 306 сил примерно 45-50 тысяч налог в год. Это раз. Опять-таки бензин, человек его заправляет 98-м бензином постоянно. Как только он его купил, сразу был удален катализатор. То есть что такое катализатор удалить? Это слегка вонь получается, да, ты стоишь сзади машины, ну пахнет, нормы экологические как бы нарушаешь. Но при этом ты в процентах примерно начинаешь экономить, ну 10, максимум 15. Опять же, все зависит от твоего стиля, язык, где ты эксплуатируешь автомобиль. Но любой из нас, покупая автомобиль на вторичке, что хочет? Надежности, хочет, чтобы поменьше жрал, чтобы все было, знаешь, ну вот так вот по минимуму. И при этом автомобиль был агрессивный, премиальный, дорогой. Речь пойдет, конечно же, за двигатель трехлитровый дизельный на 245 сил. Та же самая рядная шестерка, тот же самый восьмиступенчатый автомат ZF. Что можно про него сказать? 245 сил, это означает то, что примерно 18 тысяч по налогу раз. Самая страшная проблема, которая может случиться с ним, это нужно изначально сразу же вырезать клапан EGR. Это вот единственное, что вам нужно сделать. А еще лучше, если вы покупаете его после первого владельца, чтобы он сделал это до вас. В любом случае, эти моторы реально завоевали хорошее место на рынке. Каких-то жалоб на дизельный мотор у вас особо не будет при условии того, что первое, все как обычно, хорошее топливо, регулярно делали техническое обслуживание, в общем, следили за автомобилем. При этом трехлитровый дизель выдает 540 крутящего момента и изначально запросто подается чиповке. Как вы понимаете, есть и дальше двигателя, например, там 40D. Ну, как вот раньше там казалось, да, многие вот едут там, например, BMW 50M, о, 5-литровая М-ка, едет там 528, о, 2,8. Ну, как нам, ну, раньше такое было, потому что многие люди шильдики путали, думали то, что, ага, объем двигателя показывает. 40D это просто более продвинутая версия, там стоят другие турбины, если я не ошибаюсь, если не ошибаюсь, поправьте. Там стоит другая прошивка и выдает автомобиль, ну, сам мотор больше лошадиных сил. В остальном же это, по сути, тот же самый двигатель, просто немного, скажем так, доработанный. Нам, с точки зрения авторечки, конечно же, выгоднее найти трехлитровый дизель и просто-напросто его чипануть, если это не сделали до нас. Разгон у него будет 7,5 секунд, при этом расход будет, ну, чуть меньше 10 литров, опять же, все зависит от стиля езды. Вот в нашем случае мы имеем бензиновый двигатель, с ним владелец никаких проблем не испытывает. Купил он его с пробегом 96 тысяч, сейчас пробег чуть больше 100 тысяч. На самом деле ездит мало, и это вот тот самый вариант, когда вы мало ездите, от меня спрашивают, сколько ты проезжаешь? Ну, в месяц примерно 1000 километров, ну, окей, полторы тысячи. Вот с такими пробегами, друзья, такие машины покупать, особенно, когда у тебя есть денежка, знаешь, вложиться в нее маленько. Купив автомобиль за 1 миллион 650 тысяч рублей, он по кругу, вот все, что нужно, вот он для себя сделал, да. Многие из вас это даже не делали бы, но вложил практически 450 тысяч рублей. Вот вы скажете, чего покупать X и в него вкладывать? На самые необходимые нужды, скажем так, ушло бы, ну, примерно 150 тысяч рублей. Но опять-таки, вы зайдите на новый рынок, посмотрите, сколько новый X стоит. Вот в такой комплектации, примерно, ему цена будет, там, лимонов 5. Ну, окей, вы поторгуете 4,5, а то опять же надо побегать, поискать. А тут ты отдал 2,100 условно, катайся, все, 2-3 года откатался, сдал его дальше. Мало денег, вот купил автомобиль на последнее. Ну, не стоит, это не та машина для тебя, вот что-то типа Toyota, либо какие-то другие японцы. В нашем случае ты отдал бабла и получаешь удовольствие. Пойдемте посмотрим, какие удовольствия он дарит нам, потому что по управляемости довольно-таки спорный автомобиль. Подвеска передняя идет независимая на двойных поперечных рычагах, задняя независимая многорычажная. Вот обратите внимание, у нас стоят 20-е колеса. И вот многие люди, если вы запрыгнете в интернет, начнете читать отзывы владельцев, будут рассказывать вам о том, что подвеска жестковатая. Ну, вот действительно, тот автомобиль, садишься, думаешь, BMW должно дарить драйв, эмоции, но она жестковатая. Друзья, катаясь по такому асфальту, вы, во-первых, жесткости никогда чувствовать не будете. Катаясь по ровной дороге, для которых она и предназначена, вы от этой тачки реально будете получать кайф. В нашем случае вовсе стоит резина разноширокая, 275 передние и 315 задние. Ну, с ума сойти. А вот некоторые рассказывают о том, что вот ехал там по колее, выбалтывают, ну а нахера ты в колею-то вообще едешь, блин? Вот если ты едешь по колее, тебе нужно ехать вот с такими колесиками, а по-хорошему, вот колея, ты встань над ней, тачка рулится нормально. Если у тебя ее шатает там влево-вправо, надо проверять подвеску, надо посмотреть в каком состоянии автомобиль, в каком состоянии колеса, диски, все надо смотреть. Точно такой же автомобиль, только дизельный, был у моего друга. Вот я с ним общаюсь, говорю, ну и что, он говорит, есть адаптивная подвеска с пневмой, вот это самый лучший вариант. И многие сейчас скажут, пневма, пневма это же дорого, пневма это же говно, в наших условиях она быстро сломается. Друзья, вот в том-то и суть. Когда нет денег, нехрен выпендриваться, нехрен выеживаться. Если есть бабки, берете нормальный автомобиль в хорошей комплектации, тогда вы получаете удовольствие. Если денег нет, как вот у меня, я бы взял себе, естественно бы, в таком же случае там на пружинах и катался бы. Вы же прекрасно понимаете, что это спортивный паркетник, и соответственно требовать от него сочетание всего, чтобы внедорожные качества были хорошие, чтобы он и ехал хорошо, чтобы дорогу держал, чтобы все-все-все в этом было. Ну не совсем логично. Дорожный просвет у нас 212 миллиметров, это в принципе достаточно. То есть садиться в автомобиль удобно, но удобно, когда ты высокого роста. Вот я метр восемьдесят шесть, открываю автомобиль, порог, да, обратите внимание. Все те, у кого рост метр шестьдесят, метр пятьдесят, им нужно будет ставить стульчик, потому что присаживаясь с него, да, опа, брючина. Можно запросто испачкать, не совсем удобно. Хорошие сидения, то есть они ломаются, комфортно сидят. У нас идет комфортный руль, скажем так. Это тот самый руль, когда останавливаешься, то есть ты, например, на парковке можешь один раз прокрутить его, и у тебя сразу колеса полностью выворачивать, то есть не нужно постоянно накручивать его. Это реально кайф, и самое, что интересно, да, вот мы говорим постоянно, кризис, кризис, тачки хорошо укомплектованные, действительно быстрее расходятся. Если же купить изначально новый базу, вот прям самый пустой, продать его будет гораздо сложнее, нежели чем на фаршированный. Даже при условии того, что цена у тебя будет гораздо ниже. Система полного привода X-Drive. Понятное дело, что в основе ее лежит межосевая многодисковая муфта. Чем отличается X5 от X6? То, что здесь стоит задний активный дифференциал. Вот как работает система полного привода, то есть она может и 100% кинуть назад, а в штатном режиме, в спокойном, 60% уходит назад, 40% спереди. Все, кто катаются, жало в принципе не имеют. Наверняка уверен даже, что многие скажут, а что там с приводами? А привода здесь можно нагнуть запросто, если ты будешь летом пятаков крутить, зимой будешь пытаться где-то пятаков крутить. Все те, кто ездит на таких автомобилях, вот слава богу, есть, но там несколько знакомых, с кем удавалось пообщаться. Это, блин, да никто из них никуда никогда не заезжал, как обычно, от дома до работы снег выпал, проехался. Такого, чтобы кто-то, мы вот решили проверить его, поехали в поля. Такого, как правило, делают только блогеры, либо берут там тесты автомобиля и так далее. Люди, кто вот в повседневной жизни работает, передвигается, максимум что могут убивать эти автомобили, а то именно вот если пятаков крутить. Посадка назад, кстати, обратите внимание, да, вот так покупаешь автомобиль на вторичке, а он у тебя с присосочками, приятно. Посадка назад, ну, естественно, про это уже многие говорили, то, что неудобно. Друзья, вот сюда назад не нужно никого грузить, сюда грузить только можно, вот, девчонок, красиво, правильно? Присаживайся сам за собой. Оп! Сели, единственное, что неудобно, ну, ноги, наверное, да, под сидением, можно было бы маленько приподнять, тогда было бы покомфортнее. Но с другой стороны, вот я сел, да, блин, нормально. Если, понятное дело, сесть вот так вот в полный рост, но я буду головой упираться в стойки, но они, опять же, такие мягкие. То есть, с одной стороны, вот так вот поехать куда-то, спать будет комфортно, но спать будет комфортно, если ты едешь по ровной дороге. Если ты поехал по разбитой дороге, то можешь голову себе отбить. С точки зрения отделочных материалов, ты, пацан, какая кожа. Вот снимем, вот дверь просто. Вот все смотрится, на самом деле, вот прямо думаешь, вот это вот немцы, вот за это их любят. Всякие вот эти вставочки симпатичные, вот алюминий, ну, как пластик под алюминий сделан, но смотрится симпатично. Знаешь, такая гармония есть, подобрана, колоночки вставлены, то есть, свой кайф в этом есть. Но сидеть, да, или выходить из автомобиля, ну, естественно, неудобно. Особенно, я не понимаю, как вот некоторые покупают, да, эти тачки, вот смотри, да, вот как вылезти отсюда. Хорошо, машина еще чистая. Климат раздельный, сзади есть подогревы, есть подлокотник удобный. То есть, с точки зрения для пассажира, на самом деле, ничего необычного нету. Ну, сидеть мне, в принципе, комфортно. Вот мы переходим к одной из главных частей автомобиля, это к его заднице. Ты глянь. 2012 год, да, смотри, какие фонари. Вот казалось бы, блин, вот многие говорят, фонари у BMW, фонари у BMW. Даже на Toyota уже начали делать аналоги фонарь от BMW. Ну, вроде бы ничего такого, но симпатично выглядит. Жопа-то, глянь, какая, раздвоенный. Выхлоп, симпатично смотрится. Некоторые еще дорабатывают маленько, делают по две баночки с каждой стороны. С Вьес, ты глянь, смотри, какое просто пространство. Прокануться где-нибудь сзади, запросто там, к бордюрчику. То есть, ну, реально симпатичная тачка. А ты покажи, какие просто колеса. 315, а, ты глянь. Это как раз то самое, когда ты смотришь за такой тачкой, думаешь, блин, вот это, конечно, кайф. Цвет красивый, такой, знаешь, переливается. Багажник у нас 570 литров. Если сложить сиденье, там и вовсе будет больше, чем полторы тысячи. Но смотрите, что-то прикольно, да? Вот мы некоторые рассказываем, вот вак, эргономика. А у Ненцев сделано вот так. Ты приподнял, все, отошел. У тебя стоит газоупор, держит. То есть, запасное колесо, всякие ключи, все лежит на месте. Можно пользоваться, тоже удобно. При этом, конечно, где колесо, все, он открытый металл. Никакой шумоизоляции нет. Друзья, вот этот багажник предназначен для того, чтобы возить какие-то вещи. Серии, знаешь, там, ну, сумочку в спортзал, там, продуктов загрузил. Понятное дело, что на таких машинах рассаду возить ты не будешь. Но с другой стороны, покупая его на вторичке, хрен его знает, что ты будешь возить. Ну, вот даже так, посмотреть, да, коляски сейчас складываются. Можно положить. То есть, ну, в принципе, машина по эргономике, я считаю, тоже достаточная. Да, кузов не такой удобный, как кузов был бы у X5. 2018 год на дворе. Тачка? Ну, напишите ваше мнение в комментариях. Есть люди, конечно, которые сейчас наверняка скажут, все, стареела, старушеча тачка. На приборку посмотреть, ну, конечно, с этим нельзя не согласиться. Особенно зная, какие приборки идут в новых BMW. Но с другой стороны, если быть адекватным и смотреть на автомобиль с точки зрения вторички, я считаю, вполне достойный вариант. Ты садишься сюда, каким-то аскетичным, простеньким его не назвать. Многофункциональный дисплей. Навигация есть, все возможные функции. Это действительно тот дисплей и та мультимедиа, в которой можно посидеть, покопаться. Климат-контроль раздельный. Диск можно вставить, который никому не нужен, но вставить-то его можно. Подогревы сидений. Ну, естественно, не М-руль. Был бы поинтереснее, посимпатичнее, но хочешь, можно доставить. В зеркалах у нас есть камеры. Задняя камера у нас есть. Присоски на дверях. Присаживаясь в автомобиль, знаешь, как-то не чувствуешь себя обделенным. Кожа приятная по цвету. Ну, посмотрите сами, да, вот чисто такой стиль BMW-шный. Ну, круто же. То есть, я считаю, что вполне достойно выглядит. То есть, по мне, вот, прям вот симпатично. Если вам не нравится, напишите, что вам не нравится. Подчеркиваю, мы смотрим на автомобиль с точки зрения вторички. Понятное дело, что вот новая трешка, она там стала симпатичнее. Друзья, пусть эта новая трешка сначала приедет. Что-то мне кажется, что цены там будут вообще бешеные на нее. Опять-таки, новый автомобиль покупать, да? В хорошей комплектации пятерка. Ну, в хорошей комплектации. Ну, три ляма надо отдать с учетом скидок. Три ляма. Пятерка. А x5, x6, ну, блин. Цены, конечно, космические. Самое еще интересное, они продолжают расти. Поехали, прокатимся. Сейчас я вас катану, мотану. Первый вопрос, обзорность. Ну, смотрите. Во-первых, присаживаюсь в него, я сразу чувствую габариты. Потому что капот я вижу, и я примерно уже плюс-минус представляю. Я прям могу попробовать даже остановиться за 2-3 сантиметра. Но владелец будет волноваться, когда мы это будем делать. Но, тем не менее, действительно, в автомобиле ты чувствуешь. Зеркала боковые, здоровые. Единственное, что здесь вызывает сомнение, это кузов и заднее стекло. Потому что, когда я в него смотрю, действительно такое ощущение, что автомобиль то ли длиннее, что ли, становится. В общем, оно тебя маленько путает. Но, с другой стороны, нахрена мне об этом вообще заморачиваться, если у меня есть камера заднего вида. Посадка и кресло, это, конечно, заслуживает отдельного внимания. Потому что, вот я сел, например, настроил его под себя, да? Вот оно, голову тебя держит, прям как подушка. То есть, вот здесь боковая поддержка очень хорошая. Повторяет контур твоего позвоночника. Вот реально, подлокотник на своем месте. Руль, да, вот все говорят, пухлый руль. Не знаю, почему всем нравится прям пухлый руль. Как-то вот странное такое сравнение постоянно происходит. Но, тем не менее, руль реально удобный. Чувствуешь себя человеком? Вот шумка хорошая. Стекла у нас толстые. Вот, открываешь окно, прям шум гордый идет. А вот так вот сидишь, передвигаешься. Высокая посадка. Реально кайфы. При этом ты знаешь то, что эта машина может запросто ускориться. Сейчас мы проедем всю эту пробочку и дадим ей под жопу. Набережная, прямой хороший участок. Мы едем с ракет, просто газку в пол. Ух ты, ёпты. Нихера сотка, слышь. 306 сил. А он же не чипованный? А, он чипованный еще. Блин, слушай, ну это никакой не спорт, вообще ничего. Я вам отвечаю. За все время, что мы тестируем тачки, подрыв. Это в первый раз я такой подрыв ощутил. Ну, я думаю, здесь в районе скольки. Может быть 6,2, я думаю. Сколько? Снимай. Раз. Давай, с двадцатки. Вот, пошла, все. И звук реально приятный. Охренеть. Вот это кайфы. Вот ради вот этого вторички. Блин, я беру, короче. 60. И самое, что интересно, ты сидишь, вот реально ты себя очень комфортно чувствуешь. Друзья, вот дорога ровная, да? Колеса широкие. То есть, понятное дело, какая там пробуксовка, прошлифовка полный привод, то есть, еще 100% может назад кидануть. Я так понимаю, то, что когда мы газку в пол даем, он именно это, наверное, и пытается делать, потому что именно чувствуется, как работает именно задний привод. Значит, мы выставляем распределение тяги на компьютере, чтобы можно было смотреть, как работает полный привод. Я перехожу в спортивный режим. Так, ну вот, небольшой участочек. Давайте просто с ноля сейчас. Раз. Давайте даже слегка у лаунча. Раз. Раз. Два. Три. Ух ты, ёпты. 40. Сотка, да? Парни, очень хорошо набирает тачка. Вот сейчас за счет того, что спорт, блядь. Ну ладно, штрафы придут, я плачу. Блядь, ну это просто кайф реально. Он как будто еще простреливает, что ли, выхлоп. Слушай, да у тебя вообще это, ты, блин, ты про это не говорил, блин. Пацаны, ну это реально кайфы. Вот смотри, затяжной, да, поворот идем. Да вообще бомба. Я прям стою, как влитой на дороге. Слушай, ну это вообще сказка какая-то, парни. Я, честно говоря, не ожидал. А? Ну реально, вообще кайф. Вот серьезный кайф. Вот в городе, вот на такой тачке, знаешь, по весне, просто представь, птички поют, хорошее настроение. Ты вышел в рубашечке, спрашиваешь, кем работаешь, должность финансового директора. Ну звучит, в крупной компании сидишь такой, кофейку такой, двойной эспрессо у тебя. С какой-нибудь девчонкой сцепился на дороге. Ну понятно, когда ты не женат. Все это мы люди женаты, поэтому нам вот так вот, понял, блядь? От оператора должно прилететь, блядь. Самое страшное, это если сломается двигатель. Но опять-таки, в нашем случае трехлитровый бензиновый зарекомендовал себя хорошо. Дизельный тоже хороший. Поэтому всякие-то эти рычаги поменять, там, подвеску перебрать. Друзья, сотый раз повторяю. Такая тачка нужна тому, у кого есть бабло. Есть бабло, все, берешь и кайфуешь. Я, наверное, раз уже 10 сказал, ну я действительно прям тащусь. Куда ты поехал, Диана, блядь? Здесь папа едет. Короче, машина, знаешь, такая. Вот я так понимаю, я прям как будто Давидочку отсюда в шею укусил. Уже начинается, куда ты поехал, блядь, папа едет, блядь. Супер вообще. Многих, естественно, волнует вопрос цены и содержания. Здесь все сугубо индивидуально. В каком состоянии вы найдете автомобиль? Вот от этого стоит отталкиваться. Как много вы ездите? Где вы ездите? По каким дорогам? Понятное дело, что на эти автомобили уже очень много аналогов. Опять-таки, покупать BMW и ставить у него всякие китайские колодки за полторы, за две тысячи. Ну не совсем корректно. С другой стороны, опять-таки, бывают такие ситуации, когда люди покупают автомобиль. Вот я знаю одного человека, у которого X5. И вот он в него сыпется настолько сильно, что вот у людей такой же X5, вот то же самое. Но он не сыпется. Хрен его знает. Тут какие-то бракованные версии, что ли, попадаются. Но он в него вложил уже гораздо больше, чем он стоит. И продать этот автомобиль уже вообще нерентабельно и нецелесообразно. Поэтому здесь важно смотреть. Есть у тебя бабки, ну допустим, два с половиной миллиона, как я бы считал. Ты купил его, допустим, там за миллион девятьсот, за два миллиона. Сразу в него вложил там сто пятьдесят, двести тысяч. Перетряхнул его хорошенечко. И пусть у тебя соточка лежит там две соточки на всякий случай. Но при этом это, знаешь, для тебя не так, что это последние твои деньги. У тебя лежит соточка там две, ну пусть она будет. Ты передвигаешься, ты получаешь удовольствие. Тебе стоят друзья, рассказывают, что вложил там сто двадцать тысяч. Ну блин, у всех у нас разный доход. Кто-то получает двести тысяч в месяц стабильно, а кто-то получает сорок пять. И у него еще кредит из этого двадцатка. Все же по-разному бывает. Поэтому здесь важно понимать, что у вас в кошельке. И от этого отталкиваться. Понятное дело, купить ее на последние бабки или взять кредит. Вот прикольная ситуация есть. Как-то раз пишет мне парень, девятнадцать лет. Диман, посоветуй. Есть большая любовь к BMW, но нету денег. Вот хочу взять ее в кредит без первоначального взноса. Естественно, я ему посоветовал успокоиться и не совершать глупых ошибок. Чтобы потом коллекторы к нему домой не пришли и папу с мамой не начали в шесть утра будить. Самое главное, если уж вдруг вы решили покупать X6, то смотрите версии. Либо дизельную, либо на крайняк бензиновую. Вот три литра дизель, либо три литра бензин. Это наиболее выгодная и удобная версия именно для нас, для тех, кто покупает автомобиль на вторичке. Друзья, самое время сделать выводы. Я думаю, после тест-драйва вы все прекрасно поняли, что если у тебя есть бабосики, есть желание получить хороший, мощный автомобиль, который тебе будет каждый день дарить драйверские эмоции, X6 в твоем распоряжении. Ищи, подбирай, старайся. Найти автомобиль живой на вторичке очень тяжело. Вот мы заходим, например, смотрим автору, какие там есть подборочки. Начинаешь искать так, низкая цена, там миллион пятьсот, миллион восемьсот. Вот берем автомобиль и пробиваем через автокод и понимаем в залоге, там после ДТП. Хотя люди пытаются это скрыть. В таком сегменте автомобиль найти хорош, от первого владельца реально очень тяжело. Наши умные перекупы пошли дальше. Что они делают? Берут тачку, приезжают в закрытые поселки, где сзади стоят крутые дома. Ставят машину и начинают рассказывать о том, что вот пятая машина в семье. Ты листаешь такой фотки, думаешь, нихрена себе. Ну реально там картина создается богатая жизнь. Ты владелец, у которого много машин, на деле же это не совсем правда. Перед покупкой проверяйте его через автокод. По госномеру автомобиля запросто можно проверить. Звоните, просите только номер. Не нужно вам ВИН назовите еще что-то и смотрите весь отчет. На автомобилях запросто можно скрутить пробег. Но это сделать гораздо сложнее, нежели чем на Тойоте. Понятное дело то, что есть там восемь блоков. С одного легко списать, с других тоже списать можно, но нужно отдавать бабок. Поэтому искать такой автомобиль стоит полюбаться с подборщиками, с грамотными подборщиками. Не с дядей Васей, который тебе приедет, скажут толщимером, ну капот был окрашен. Это все фуфло. Купил бы я себе такой автомобиль, да с удовольствием. Вот просто с удовольствием бы. Продал бы сейчас Тойоту, взял бы себе Икса и катался бы. И вообще говорил бы, вообще кайф. Внешне по интерьеру машина мне очень понравилась. Что думаете вы? Высказывайте ваше мнение в комментариях. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш инстаграм-канал, там всегда выходят только свежие новости. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом пока что все. До новых встреч. Пока-пока.